Жить со всеми и для всех. Под таким негласным девизом трудятся председатели территориальных общественных организаций Ульяновска. За 9 лет работы в регионе сформировалось порядка 355 таких объединений. В этом году впервые среди сотен решили выбрать десятку лучших. Онлайн-конкурс организовала областная ассоциация самоуправлений. В числе строгих судей – сами жители. 12 дней ожесточенной борьбы и тысячи голосов принесли почетное первое место поселку Луговое. Сегодня для таких объединений важен не диплом. Хотят, чтобы их услышали и увидели работу каждого. У них совсем недавно, два назад, был опрос, что же такое ТОС. Многие жители совсем не могли сказать. Все время путались с ТСЖ, с ТОСом, а сейчас заметьте. ТОСом – это ТОСом. Это действительно организация, которая меняет жизнь людей к лучшему. Деятельность Троицкого Сунгура – повод для гордости всего края. Многочисленная команда неравнодушных жителей совершила буквально невозможное. Вдохнула жизнь в груду раритетного металла. Большой парад в маленьком селе полторы тысячи местных теперь проводят ежегодно. Легендарные Т-34 зимой 2002-го доставили сюда из Псковских болот. Спустя 15 лет танк сошел с пьедестала и возглавил колонну боевой техники в честь 72-летия Великой Победы. С апреля месяца, 20 дней мы его собирали, 3 недели. Круглосуточно, как на войне. Кто-то занимался поиском условно гусениц, кто-то двигатель. То есть все с миру по нитке. Первый мая танк был заведен. И вот танк образца 44-го года, грубо говоря, в 2017 году поехал вновь. Если началось с одного танка в 2017 году, то сейчас у нас 11 единиц боевой техники, все на ходу. Силами общественного самоуправления и неравнодушных жителей колонна не перестает пополняться. Среди последних трофеев – ГАЗ-АА или знаменитая «Полуторка». В одном ряду с боевыми ласточками идут самодельные реконструкции. В Луговом общественное самоуправление появилось в 2019-м. Сегодня их деятельность – пример для ТОСов всей области. Еще в прошлом году поселок задыхался от паров прессованного пластика. К тому времени арендаторы местных ангаров складировали и перерабатывали ядохимикаты 2-го и 3-го класса опасности уже не первый год. Прошлым летом проблема обострилась. Общими усилиями подняли тревогу. Как итог, опасный несанкционированный полигон ликвидировали. Основным таким событием, первым нашим, это была ликвидация свалки ядохимикатов на территории бывших ферм совхоза Луговской в прошлом летом. Ну а потом потихонечку, пошагово, в общем-то, все, что было вот таким явным, не очень приглядным, пытались исправить. То есть, значит, это пытаемся навести порядок на мусорно-контейнерных площадках. Установка детской площадки, одна из которых вот здесь рядом. Установка спортивной площадки. Сейчас, видите, у нас и новая дорога, новый тротуар, которых в Луговом не было 370 лет. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 1 сентября в селе завершится укладка асфальта. В соответствии с требованиями ГОСТа здесь уже появились новые тротуары и дорожная разметка. Местные надеются, что помощь власти на этом не закончится. На Ладен дышит местный дом культуры. Такой у нас дом культуры был. Сколько у нас здесь праздников проходило. Сколько у нас вечеров было. Такой Новый год у нас был. Все время здесь с елками и со всем. Но потом у нас его закрыли, признали его аварийным. И теперь он у нас с 2011 года стоит. Ни туда, ни сюда. Праздников в поселке много. В прошлом году организовали лучшую в области масленицу. На мероприятие реализовали продовольствие собственного производства. И на вырученные средства поздравили односельчан с Днем Победы. Правда, готовить концертные номера и шить праздничные костюмы пока приходится в коморках местной школы. В завершении встречи председатель Ассоциации общественников Ульяновска поблагодарил тосовцев за неравнодушие к судьбе своих поселений. Ведь только так, вместе, можно сделать область еще красивее. Яна Федорищева, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова